Всех благ и пусть будет мир. Азербайджан предлагает прямые переговоры с Арменией без посредников. На днях впервые администрации Баку и Еревана приняли совместное заявление, один из пунктов которого была договоренность об обмене пленными. В конце заявления очень интересная формулировка была. Они призвали международное сообщество поддержать их усилия, которые будут способствовать укреплению взаимного доверия между двумя государствами, окажут положительное влияние на весь регион Южного Кавказа. Это была формулировка. Но при этом Алиев продолжает усиленно и активно закупать оружие везде, где это возможно. Насколько искренен Азербайджан, говоря о готовности к миру с Арменией, насколько возможно, чтобы был прочен этот мир, от чего он зависит, чтобы был прочен этот мир. Насколько могут быть эффективны прямые переговоры, почему Азербайджан предлагает прямые переговоры с Арменией, но при этом не прекращает информационную войну против Армении. Итак, вот такой круг вопросов, которых мы сегодня коснемся. Да, действительно, вы правы, на фоне продолжающейся гибридной войны против Армении со стороны Азербайджана делается предложение без посредников. С другой стороны, действительно, отрадное событие, которое нельзя недооценивать. А именно то, что впервые за весь этот бурный период, который сопровождал события силовые акции со стороны Азербайджана, начиная с 44-дневной войны. А если копнуть глубже, то это 16-й год, 4-дневная война, которая, по сути дела, стала прелюдией к развязыванию более широкомасштабной войны 44-дневной в 2020 году. Вот впервые за это все время стороны, то есть власти Азербайджана и Армении выступили совместным заявлением и, казалось бы, самостоятельно развязали тот узел. Значит, тот узел, который называется проблемой пленных. Проблемой пленных, потому что это семьи, это гуманитарный вопрос. И в связи с этим я даже дал интервью азербайджанской прессе, в котором отметил, что это отрадное действительно событие. И что это хорошее начало для того, чтобы создать необходимую атмосферу для полноценного обсуждения заключения мирного договора между сторонами. Потому что без создания такой полноценной атмосферы, в условиях продолжающегося недоверия между сторонами, рассчитывать на то, что можно подписать документ, который станет прочной основой для утверждения мира, не приходится. Надо исходить из того, что параллельно с усилиями, с обсуждением текста мирного договора необходимо создать соответствующую морально-психологическую атмосферу вокруг этого вопроса. Вопроса, который совершенно ясен, перевернуть эту страницу военную и перейти к осуществлению создательных общих региональных проектов. Это вот то, что мы видим на сегодняшний день, а именно вот эта противоречивость ситуации, на которую вы совершенно правильно указали. С одной стороны, говорится о том, что готовы к подписанию мирного договора, с другой стороны, предпринимаются шаги прямо противоположные. Что касается совместного заявления, то это, можно сказать, луч света в темном царстве, когда, казалось бы, была беспросветная ситуация, когда не было взаимопонимания. Хотя стороны заявляли о том, что они движутся по пути к заключению мирного договора, но на самом-то деле мы видели, что параллельно с этим продолжается воинственная риторика, продолжаются угрозы. И все это создает весьма напряженную атмосферу недоверия между сторонами, продолжающегося недоверия между сторонами. В таких условиях говорить о том, что мирный договор может быть заключен без посредников, это очень смело. И это надо еще показать, что это возможно, потому что было заявление от 9 ноября, и были миротворцы, которые обязались не допустить каких-либо силовых акций по отношению к армянскому населению, по отношению к населению Нагорного Карабаха, или, как азербайджанцы говорят, Карабахского региона, но от этого смысл не меняется. Необходимо было обеспечить мирную, безопасную жизнь проживающих там людей. И в этом был смысл вот этого перемирия, и смысл того, что после этого Армения, армянские силы самообороны без единого выстрела сдали Лачин, сдали Кельбаджар в расчете на то, что эти территории не будут потом использованы как плацдарм для осуществления новой военной агрессии, что и произошло в этом году, 19 сентября. Несмотря и вопреки тому, что предписывало соглашение от 9 ноября 2020 года. Вопреки этому. Отсюда вывод, что наличие посредника не гарантирует успех. Даже наличие посредника не гарантирует. С другой стороны, если учесть то, что Россия, Москва неоднократно заявляла, и не устами каких-либо Марковых или Коротченко, а устами самого Владимира Путина, президента России, что российские миротворцы были ограничены в своих возможностях обеспечивать мир, обеспечивать безопасность населения, поскольку не имели международного мандата. Поскольку не имели международного мандата. То есть Путин оправдывает, скажем так, то обстоятельства, на что он и сам указал, что они были, по сути дела, якобы обречены, как он сказал, на роль наблюдателей. Потому что не имели международного мандата. При этом Путин не сказал о том, что по чьей вине они не имели международного мандата. Потому что армянская сторона последовательно выступала за то, чтобы миротворцы были наделены этим мандатом. И они не имели даже мандата от Азербайджана, по сути дела. Точно так, как Азербайджан сегодня не желает, не желает Баку официально, не желает вслед за Николом Пашиняном зафиксировать, что они согласны признать территориальную целостность Армении в пределах 29 800 квадратных километров, точно так же официальный Баку подвесил вопрос тогда о наделении миротворцев российских мандатом. Формализованно мандат не был предоставлен. И мы видим, что это не просто, скажем так, отдельные проявления, а это стиль, это политический стиль, это политический почерк, это политическая даже стратегия подвешивать вопросы для того, чтобы потом ставить перед фактом. Ставить другую сторону перед фактом. Это тактика. И в этих условиях что может сказать армянская сторона? Она может согласиться с российским посредничеством после этого, после того, что произошло? Да нет. Завтра Россия скажет, ну я не могла быть эффективным посредником, поскольку у меня не было международного мандата на это посредничество. Поэтому я была, Москва может сказать, а я опять, мы были ограничены в своих возможностях. Ну, соответственно, руководство Армении, при всем при том, что я не являюсь сторонником, вы знаете этого руководства, я являюсь независимым, значит, политическим деятелем и политологом, без партийным. И неоднократно критиковал за разные ошибки нынешнюю власть. Что касается прежней, то прежнюю я отвергал. Вы знаете мою позицию. Поэтому я не склонен защищать это руководство. Я объективно рассуждаю, объективно анализирую ситуацию. Вот это руководство, оно оказалось поставленным перед фактом, оно поверило. Мало того, что оно поверило в то, что будет эффективным российское миротворчество в Карабахе. Мало того, что оно поверило, оно заставило поверить в это и карабахцев, которые после 44-дневной войны приехали, бежали оттуда и обосновались в Армении. Она убедила, это руководство убедило их вернуться. Эти люди вернулись в расчете на то, что российские миротворцы обеспечат их безопасность. Но этого не произошло. И поэтому сегодня трудно упрекнуть нынешнее руководство Армении в том, что оно весьма подозрительно относится к предложениям России о том, что она будет посредником. И что мирный договор был заключен при ее посредничестве. Трудно их обвинить в этом. Потому что, как по-армянски говорят, Метарапанка порционный. Есть такое выражение армянское. Понимаете? То есть, раз... Или есть хороший анекдот. Значит, я его расскажу. Значит, у льва болит голова. Льва приводит доктора для того, чтобы вылечить льва. Доктор говорит, для того, чтобы вылечиться от головной боли убийственной, которая тебя поразила, надо, чтобы... Государь, ты съел мозг осла. Ну, говорит, лисик поручил, лев, давай, иди найди этого осла, пусть приведи его ко мне, чтобы я излечился. Приводит лиса осла, лев нападает на осла, осел, видишь, что лев нападает, убегает. Убегает, лев вызывает лису, говорит, ну, вот осел убежал, говорит, ну, ты бы ласково, надо было сначала пригреть, надо было погладить, не сразу же набрасываться. Осел, да, лиса идет к ослу, говорит, ну, говорит, это он тебя долгое время не видел, от неожиданности обрадовался, поэтому кинул с тебя обнимать, а ты, дурак, убежал. И вот осла привела лиса опять ко льву, лев, значит, пригласил к себе рядышком, посадил, погладил и сел его голову. А потом, вроде как, сел, боль не прекратилась, вызывает лису, говорит, слушай, говорит, я сел, вроде у него мозгов не было, у этого осла. Говорит, слушай, если бы у него мозги были, он бы второй раз к тебе пришел. Лиса говорит, если бы у осла мозги были, он бы второй раз к тебе пришел после первого раза, когда ты на него напал. То есть, вот это, это вот такой анекдот, еще я открою вам секрет, мне его рассказывал патриарх армянской политики Александр Матвеевич Киракусян, царствие ему небесное. Так вот, сегодня, когда наученный горьким опытом... Это аналог не наступать на те же грамоти. Наученный этим горьким опытом, разве может сегодня армянская сторона, если, по сути дела, и сегодня Россия находится в таком состоянии, международной изоляции, со стороны тех институтов, которые ведают международным правопорядком, значит, она подвергается... В этом своем состоянии Россия может гарантировать, если она не смогла гарантировать безопасность Карабаха, гарантировать выполнение условий мирного договора. А то, что такой гарант нужен, нужен, подтверждается неоднозначностью поведения Азербайджана, мягко говоря, неоднозначностью. То есть, с одной стороны, заявления о мире, с другой стороны, шаги, которые абсолютно идут вразрез с этими заявлениями. И, более того, угрозы о том, что они не потерпят реваншизм. Дорогие соседи, я вам прямо говорю, потому что никакой... Я тот политик, который считает, что все эти разговоры о генетической несовместимости между армянами и азербайджанцами, о том, что они не могут жить мирно, я эти разговоры отвергаю. Я считаю это абсурдом. Это вот недавно у вас выступал Давид Шахназарян, он правильно говорил о том, из каких источников подпитываются эти фобии взаимные, из каких источников они подпитываются. Так вот, я скажу вполне определенно, что действительно нет такого вопроса о генетической несовместимости, о том, что вечно они обречены эти народы враждовать, ничего подобного. Этого нет, и я обращаюсь к азербайджанцам, я обращаюсь к депутатам, руководителям Азербайджана. Это ключ от сердца армян, для того, чтобы в нем не поселился ревальшизм в ваших руках. Вы сделайте шаги, которые приведут к тому, что будут эти ледины, возникшие между двумя народами на протяжении десятилетий, были растоплены. Я, более того, вот в своем интервью азербайджанской прессе, я это интервью, кстати, поставил на свою страницу в фейсбуке, и желающие могут зайти на мою страницу в фейсбуке и посмотреть это интервью. Я там сказал, что если бы в 88-м году у руля Азербайджана и Армении стояли Гейдар Алиев и Карен Демарчан, то такого кровавого столкновения международного не произошло бы. Кровавых распри не было бы. Понимаете? И то, что там подорвали намеренно авторитет Гейдара Алиева в Азербайджане, подорвали авторитет Карена Демарчана в Армении, это была прелюдия к развязыванию войны. Сегодня Ирхам Алиев правильно сделает, если вспомнит не на словах, а на деле своего отца. И вспомнит о том, что были очень светлые страницы во взаимоотношениях между народами. Кстати, запечатленные и фотодокументами, в документах этой эпохи, когда Гейдар Алиев чтит память павших воинов, защищавших Армению от турецкой агрессии в Сардарабадском комплексе. Когда они стоят вместе, три руководителя Демарчан, Шеварнадзе, Гейдар Алиев. То есть, было время, когда мы стремились понять наши взаимные боли. Потому что, что и говорить, было много в истории. Нельзя сегодня указать на каких-то соседей в мире вообще, во всем мире. На соседей, между которыми не было бы в истории каких-то проблем. И очень серьезных столкновений, там французы, немцы, Эльзас, Лотаринги. Вот мы вместе работали в Совете Европы. Я представлял парламентское большинство, блок единства в парламентской ансамблее Совета Европы. А Ильхам Алиев представлял Эни Азербайджан, правящую партию в Совете Европы. В парламентской ансамблее Совета Европы. В составе своей делегации, которой руководил. Так тогда мы ведь признали, когда вступали в Совет Европы, что сделаем все, чтобы мирно и полюбовно решить существующие между нами вопросы. Наша делегация участвовала в приеме, устроенном Ильхамом Алиевым, как головой азербайджанской делегации. И они участвовали в приеме, который мы устроили. И сегодня непонятно мне, почему Азербайджан возражает против присутствия европейских наблюдателей. Если и Азербайджан, и Армения являются членами Совета Европы. И Азербайджан, и Армения являются членами Совета Европы. И как раз в то время, когда делегацию азербайджанскую возглавлял Ильхам Алиев, и когда я представлял нашу власть, правящий блок единства, вот тогда были подняты флаги наших стран одновременно. И на этой церемонии присутствовали, я имел честь присутствовать на этой церемонии, присутствовали президенты Гейдар Алиев и Роберт Кочарян, и присутствовал также Ильхам Алиев, который непосредственно вместе с нами готовил вступление Азербайджана в Совет Европы и Армении в Совет Европы, потому что одновременно вступили Армения и Азербайджан. Армения была готова, но ее попридержали, чтобы они вместе вступили в Совет Европы. И после всего этого, почему Азербайджан болезненно реагирует на то, что европейские наблюдатели, их число, их количество увеличивается? Это делается для того, чтобы содействовать возникновению доверительности между двумя странами, которые на протяжении 30 лет враждовали, это непросто сделать. И европейские наблюдатели говорят, что их основная миссия как раз в этом заключается. Вот эти, это двое, потом дальше, дальше, почему, опять-таки, эти разговоры о том, что Азербайджан не потерпит реваншизма. Все зависит от вас. Все зависит от вас. Если вы будете великодушны, самым лучшим способом гарантировать то, что во взаимоотношениях сторон не будет проявлений реваншизма, и Армения не пойдет по тому пути, по которому пошел Азербайджан. Потому что, в принципе, ведь реваншистами был Азербайджан, который на протяжении 30 лет постоянно говорил о том, что любой ценой, вернее, по крайней мере, в последние два года, уж точно, говорил, что любой ценой собирается добиться результата. Что значит любой ценой? То есть, переиграть. То есть, инициатором переигровки был Азербайджан, чтобы армия... В этом, может быть, есть и наша вина. Потому что мы совершили ошибку. Мы не проявили большей уступчивости и понимание того, что действительно есть проблема. Ну, действительно, люди бежали со своих земель, с тех земель, где они жили, где жили их родители, и, по сути дела, эти земли пустовали, они были выключены из международного оборота, и надо было прислушаться, и, конечно, это была ошибка. Ну, сейчас я призываю. Уважаемый Ильхам Гейдарович, не повторяйте тех ошибок, которые сделали руководители Армении, когда стояли на позициях вот ни за что и ни при каких обстоятельствах ни пяди земли. Мы обсуждать эти вопросы не будем. А какую ошибку может совершить Ильхам? Ильхам может совершить следующую ошибку. Ильхам может совершить Ильхам Али может совершить следующую ошибку, которую он сейчас совершает. То есть невозможно... Понимаете, в чем дело? Это ведь очевидно, что одна из сторон получила все, другая из сторон конфликта лишилась всего. Ничего не получила. И даже лишилась тех, и даже лишилась того, что она имела до 1988 года автономии. Армянской автономии в составе Азербайджана. Лишилась всего. Понимаете, это несправедливо. И для того, чтобы побудить армян смириться с этой несправедливостью, очевидной, руководство Азербайджана должно приложить очень большие усилия для того, чтобы залечить нанесенные ими раны. Но у них другая задача. Несправедливостью нанесенные раны. Они должны быть великодушными. Они должны быть... Они загоняют другую сторону в угол для того, чтобы она иного выхода, кроме как восстать против такого положения вещей, не будет иметь. Поэтому сегодня это совершенно ясно, что ключ к тому, чтобы был заключен прочный мир, находится в руках Азербайджана. Как? Стороны, которая победила в конфликте. И которая для того, чтобы сделать мир длительным, для того, чтобы сделать мир прочным, для того, чтобы сделать мир вечным, они должны быть великодушны. Они должны пойти на уступки. И не так по капельке. Вот 32 человека выпустили, а еще 30 там остаются. И не так, чтобы вот торговаться вот с такой вот стороной, которая никак не понимая, что в принципе люди там живут. Понимаете? Вот 8 там сел, там живут люди, они живут уже долгое время, они там живут. Они там живут. И после всего того, что произошло с армянским народом, еще и дергать армянскую сторону этими вопросами, и для этого задерживать там, мурыжить эти вопросы. Это отсутствие. Это вот, это и может породить реваншизм. Это и может со стороны армянской породить жажду реванша. И если люди думают, что у армянской стороны нет в руках карт, ну если, то есть, как вот говорят вот эти горе-аналитики Марков, Коротченко, Шевченко, а куда вы денетесь? А куда вы денетесь? Интересно, тоже противоречиваю, уже с российской стороны. Уже с российской стороны. С одной стороны говорят, куда вы денетесь, вам деться некуда. У вас альтернатив нет, а с другой стороны министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров сетует на то, что вот значит смогли настроить армян на такой лад, что мы обеспечим вашу безопасность запад американцы, что мы обеспечим вашу безопасность, давайте выходите из ОДКБ, выходите из значит структур, в которых вы совместно с Россией участвуйте, гоните из Армении российскую военную базу, ну а почему вы сетуете, если вы считаете, что армянам деваться некуда? Ну и проявите равнодушие к этому вопросу, потому что это не так, конечно. Армяне это одна из двух сетевых наций, это очень сильная нация, это очень сильная нация, ее загнали в угол, прежде всего психологически ее подорвали на сегодняшний день, нанесли ей глубокую рану, потому что армяне верили в Россию, понимаете, это было очень глубоко заложено, и сегодня Азербайджан удивляется, Баку удивляется, они же оказали такую услугу Западу, вот Запад пытался на протяжении 30 лет как-то оторвать Армению от России, то есть как-то вот, как вот Болтон говорил, когда приезжал, да, в 18-м году, надо вот эту традиционную ориентацию, от нее надо отказаться, вы же современные люди, вы же живете в 21-м веке, ну как это так, вечных друзей не бывает в политике, вот не удавалось, не удавалось как-то вырвать армян из объятий России, и Азербайджан Баку это сделал, он вырвал, он по сути дела вбил клин между двумя народами, он вбил клин между Россией и Арменией, такой клин, о чем люди, которые заинтересованы были на Западе в том, чтобы увезти Армению от России, были заинтересованы, значит, они не могли об этом даже мечтать, что этого можно добиться, этого можно достигнуть, можно вбить такой клин и оторвать армян от русских, но это сделал Азербайджан, и сегодня Баку удивляется, а почему Запад не оценивает вот то, что по сути дела Баку оставил Москву в дураках, понимаете, Баку оставил Москву в дураках, вы помните фильм Кавказская пленница, вот этого Шурика, да, вот Москва оказалась в роли этого Шурика, Сахов решил, что тот, кто нам мешал, нам поможет, вот Ирхам Алиев решил, что тот, кто ему мешал Россия, она ему поможет, и точно так, как одурачили Шурика, заставив похитить Нину, точно так же одурачили Москву, заставив ее, по сути дела, склонив ее, склонив ее к тому, чтобы она собственноручно отдала Карабах Нину, Нину отдала Сахову, Азербайджану, вот ситуация такая, теперь, значит, этот, ну, в фильме, конечно, благополучный конец, там, там, в фильме Шурик прозрел и понял, понял, что единственным, единственной возможностью вернуть доверие Нины является ее вырвать из лап похитителей, дать ей свободу и независимость, вот это единственная возможность вернуть доверие Нины, и сумел вернуть, теперь, Россия сумеет вернуть, кстати, политическая воля должна быть, сумеет вернуть это доверие или нет, второе, сумеет ли, да, потому что Азербайджан очень тонко намекает на то, что мы могли бы обойтись не только без западных посредников, но и без этого российского медведя, тонко намекает нам, и вполне, даже не тонко, а вполне прозрачно, да нет, это предложение переговоров, прямых переговоров, без посредников, именно это и подразумевается, на фоне того, что опять Михаил Галузин говорит, Ереван и Бакул должны, мы Москва рассчитываем, давайте Шурика отправим, давайте Шурика отправим куда-нибудь в Сибирь, или на Алтай, откуда мы прибыли, да, но смотрите, Россия уже понимает, она говорит, Ереван и Баку должны принимать в расчет актуальность этого предложения, то есть предложение Москвы, быть, опять же, выступить в роли посредника, Баку говорит, я не хочу больше таких посредников, Армения так прямо не говорит, потому что Азербайджан очень озабочен, очень озабочен тем, что его не жалуют на Западе, что все-таки Запад особенно относится к армянскому народу, они не понимают почему, они не понимают почему, вот они столько сделали для того, чтобы эту Россию выгнать отсюда, они столько приложили усилий, и Запад это не оценивает, они считают, что Запад должен по достоинству оценить то, что они одурачили эту Москву и по сути дела ее выдавливают из региона, но Запад почему-то продолжает поддерживать армян, вот я смотрю CBC, у них есть на русском языке теле по спутнику можно видеть этот канал, я периодически смотрю, там просто вот причем люди очень депутаты мини-меджлиса, вот недавно выступал руководитель дипломатической академии, они сетуют на то, что как это так, вот они так любят Францию, они готовы участвовать в франкофонии, в движении франкофония, они любят Францию, они любят Париж, почему французы поддерживают армян, почему Запад поддерживает армян, которые помните Никол Пашин меня жаловался на то, что везде значит на западных площадках Ирхам Алиев значит говорит о том, что ну Армения это сателлит Москвы, это вообще раб Москвы, понимаете, вот и там ничего не сделаешь, если что-то кто-то может делать, это только я, вот той политикой, которую я веду, и по отношению в том числе и к Москве, потому что ну что, они вошли в ОДКБ, нет, понимаете, с утра до вечера по СБС говорят о том, что вот Армения предает Россию, потому что хочет выйти из ОДКБ, а Азербайджан сам не вышел из ОДКБ, когда потерял Карабах, а разве Грузия не вышла из ОДКБ, она и не входила, хотя, нет, не входила, но не находится там, не находится там, понимаете, в чем дело, в чем трагедия сегодняшней российской политики, они, по сути дела, провалились в вопросе автономии, вот, Молдова идет в НАТО, оставив, отбросив Приднестровье, оставив Россию, Приднестровье они присоединят скоро, и, кстати, в Приднестровье тоже, видимо, проведут президентские выборы, в Приднестровье, то есть, там они оставили это Приднестровье, как кузнечик, который хочет на свободу, оставляет в своих руках свои ножки, вот ножки оставляет, там свобода дороже, и полетел в НАТО. Значит, по сути дела, Грузия тоже пошла по этому пути, она прекрасно знала, что, если она попытается уйти от России, ведь на протяжении долгого времени Россия признавала территориальную целостность Грузии и в ее составе Абхазии с тем, чтобы в ее составе были Абхазия и Осетия. Это все происходило до 2008 года. До 2008 года Москва всегда говорила о том, что признает территориальную целостность Грузии, намекая на то, что если грузины свернут в ее сторону, то Абхазия и Осетия будут в составе Грузии. Но Грузия отказалась от этого. Вот единственная страна, где вот эта схема автономии, как приводного ремня для удержания, это была Армения. Армения готова была на все. Она готова была отказаться от всех своих перспектив развития, ну, а что и говорить, понимаете, в основе того же китайского экономического чуда, что лежит? Лежит взаимодействие с Западом с Соединенными Штатами в годы еще холодной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами. То есть по Совету Киссинджера Китай использовал максимально противоречие между Советским Союзом и Соединенными Штатами и Западом в годы холодной войны для того, чтобы получить поддержку со стороны Запада, западной технологии, для того, чтобы посылать туда свою молодежь тем, чтобы они обучались. Это и плюс Хуа Цяо, Хуа Цяо китайский, это вот их диаспора китайская, богатые Сингапур, вот они вместе, вот эти два фактора, наложившись друг на друга, технологическая помощь со стороны Соединенных Штатов и финансовые средства Хуа Цяо, которые Хуа Цяо вкладывали в Китай, независимо от того, несмотря на то, что там продолжалась монополия на власть Коммунистической партии, независимо от этого, несмотря на это, Хуа Цяо вкладывали в свою страну. Это я говорю к тому, что все эти разговоры со стороны там, что, мол, в Армении вот, эта власть плохая, та власть плохая, поэтому мы не вкладываем, это все нонсенс, от этого надо отказаться. Значит, по сути дела, эти два фактора, наложившиеся, предопределили, а ведь у Армении эти два фактора были в наличии, и Армения могла бы это задействовать на широкую ногу, и это ей предлагалось в 90-е годы, но ради Карабаха, вот когда сегодня Николь Починян заявляет в парламенте, что это является неблагодарностью говорить о том, что Армения не помогала, она помогала вопреки целям даже своего и перспективам своего бурного экономического развития с опорой на помощь технологическую со стороны Запада, когда Запад был готов, и помощь, но что является Армения для Запада, почему вот Запад, вопреки всем ожиданиям и Азербайджана, и таких политиков, и околополитических аналитиков, как Марков, Коротченко, Шевченко, почему все-таки Запад, несмотря на все это, любит Армению, эти люди не понимают, что Армения стоит у истоков западной цивилизации, что Армения это колыбель человечества, что Армения это нечто другое, вот, кстати, почему, нет, понимают, но пытаются это как-то закамуфлировать, почему я говорю понимают, значит, ректор, ректор МГИМО, выступая у нас в Асатяте политологов на нашей конференции, это был, если я не ошибаюсь, 13-й год, выступая у нас, заявил, что Армения это страна, роль и значение которой не определяются количеством проживающего в Армении населения или территории, или объемом, масштабами ее территорий, что Армения это особая страна, что, понимаете, если в Красную книгу заносятся животные, растения, то ведь надо понимать, что в мире есть умные люди, которые считают, что в Красную книгу должны быть занесены человеческие цивилизации, армянская цивилизация, и как это можно не видеть этого, вот здесь вот это противоречие абсолютно, я вот смотрю, наблюдаю за высказываниями азербайджан, азербайджанских аналитиков, вот они удивляются, по-человечески это понятно, вот мы столько делаем для Запада, мы готовы всей душой отдастся, мы наконец смогли одурачить Россию, уже стоим, так сказать, на пороге того, чтобы ее окончательно отсюда послать куда подальше, а это не оценивается, давайте рассмотрим вот такой вопрос, вы говорите Азербайджану, да, мы все признаем, что Азербайджану удалось вбить клин между Россией и Арменией, потому что они считали, что Россия это важный стратегический союзник, так было прописано Армении, и нужно Армению ослабить тем, что отколоть от России, да, это была тактика, и давайте посмотрим, а Россия как вошла в регион и как закрепилась, она привязана к Армении, если от России откалывается Армения, то она продолжает оставаться, очень хороший вопрос, прекрасный вопрос, Это ослабляет только Армению или саму Россию тоже? Значит, Россия управляла ситуацией не только на Южном Кавказе, а на Кавказе в целом, а Северный и Южный Кавказ это, в общем-то, одно географическое пространство, одно географическое пространство, и Россия на протяжении последних двух-трех веков, ну, с того периода, когда карабахские мелики обратились к Великому. Вот с тех пор Россия управляла процессами на Кавказе, опираясь на разжигание антагонизма между армянами и тюрками. Это вот был механизм управления процессами. Это вот управляемый антагонизм был в основе российских возможностей управлять процессами на Кавказе. И держать Армению в узде. Не только Армению, держать весь Кавказ в узде. Да, весь Кавказ в узде. Весь Кавказ, понимаете, когда Екатерина переселила армян и заселила в Ростове, заселила в Адыгеи, и там возник даже субэтнос, черкес-хай. Черкес-хай, субэтнос. Армяне, это вот Лазарев и его миссия как покорителя Кавказа. Генерал Лазарев в наших условиях, когда Затулин решил создать клуб, Лазаревский клуб вместо Грибоедовского, понимаете, Лазаревский. Почему Лазаревский? То есть оживить вот это понимание в имперском сознании правителей России, Москвы, в имперском сознании, пробудить вот это понимание того, а что, собственно говоря, Затулин как раз это пытался сделать. Там подключил Газпром, Моспром, все, приехали там и так далее, да, для того, чтобы гальванизировать вот эту палочку-выручалочку. То есть вот этот антагонизм между который, собственно говоря, самый насаждался самый этот антагонизм он его возбуждали специально. Он был искусственно с самого начала. Создан прецедент, а потом он уже подогревался. Я бы даже не сказал так, что искусственно, потому что искусственно такие вещи создать невозможно по большому счету. Там было такое, в 19 веке это был период, ну, период, когда, значит, Гарибальдзи там эти освободительные движения, монархи теряли свой контроль над народами, в том числе и османская Турция должна была потерять контроль над армянским народом. Ну, в Армении возникла партия Дашнак-Сучун, которая поставила свои задачи, возникли политические партии, то есть произошли структурные изменения в обществе, в политике. Серьезные изменения возникли массовые политические партии. Это был объективный процесс. Это был процесс объективный и, значит, здесь на почве этого объективного процесса выстраивалась политика. То, о чем неплохо говорил здесь Давид Шахназарин, я слушаю ваш, ваше выступление, да, вот эта политика, о которой он говорил, царского правительства, вот, когда создавались ситуации, когда бы произошло обострение во взаимоотношениях, они ведь, эти, это, это вот политика, она возникла на почве того, что в целом мир шел к раскрепощению, и не случайно национальным гимном, музыкой национального гимна сегодня, сегодняшнего нашего государственного гимна является итальянская песня, итальянская музыка, мелодия, которая возникла в эпоху борьбы итальянцев за свою, за свою независимость, вот, свободная Италия, там, вот это, все это вот, а поскольку армяне, они, понимаете, у истоков европейской цивилизации стоят, великий русский ученый серебряного века Алексей Федорович Лосев в своей эстетике возрождения пишет, что ренессансное направление в культуре, возрожденческое направление возникло в Армении, оно сформировалось здесь и потом, почему Леонардо да Винчи приехал в Армению, почему Байрон боготворил Армению и говорил, что боги разговаривали на армянском языке, поэтому он должен изучить этот язык и изучил махитаристов, почему Жан-Жак Руссо демонстративно носил армянскую национальную одежду, понимаете, это все, это все, конечно, показывает, что здесь в наших условиях, вот возвращаясь к теме европейской ориентации России, когда со времен Петра Великого, понимаете, ведь армяне не воевали в составе дружин Александра Невского против, они воевали в составе армии Ивана Грозного, которая осадила Казань, и поэтому на Красной площади часовня одна из семей, она построена в память о Григории Просветителе и принятии армянами первыми христианства, и она посвящена армянской церкви этой часовне, армянской апостольской церкви, это вовсе не случайно, потому что вот армяне, вот когда Петр Великий прорубал окно в Европу, вот тогда карабахские мелики пришли к российскому государю, то есть то есть вот это происходящее в Европе процессы, они должны были иметь свой отблеск, свое скажем так воздействие на то, что происходило в Армении, там возникло национально-освободительное движение, а это движение уже повернули в русло армяно-тюркской вражды, это конечно спецслужбы российские тогда в этом направлении очень серьезно работали, это несомненно, потому что на протяжении 500 лет, 5 веков армяне жили в составе Османской империи, они потеряв государственность, потеряв государственность, они жили в составе Османской империи, они были почетными гражданами, они считались Османами, и не было никаких препятствий, более того, армянские выдающиеся деятели стали столбами Османской империи, там были министры, там были вельможи самого высокого ранга армяне, и никаких, по крайней мере, геноцида, побои, штаке, это все возникло в 19 веке, все произошло в 19 веке, мой дед сам из ванна, Григора, значит, мой дед моей бабушке рассказывал, вернее, мой прадед, прадед Григора, мой дед моей бабушке рассказывал, что вот когда выходил Григора, все кланялись, это когда выезжал Григора, вани, и там было никаких проблем не было, на протяжении это происходило в течение пяти веков, и вдруг возникло, кстати, это известно, что геноцид осуществляли под знаменем необходимости освободить приграничные с Россией районы Турции от армянского элемента, поскольку армянский элемент ориентировался на Россию, и в условиях войны, когда Турция была в составе Троицинского Союза, а Россия в составе Антанты, необходимо было очистить от армянского элемента приграничные с Россией территории Карс, Буш, Ардаган, Ван и так далее, вот это всю западную Армению, что и произошло. Но вот по сути дела возвращаясь уже к самой формуле, которую я выдвинул, да, действительно, это противоречие значит было механизмом на протяжении веков механизмом поддержания влияния России на Кавказе, контроля России на Кавказе. Вот тогда, когда Советский Союз уже должен был быть распущен, потому что план распуска Советского Союза, демонтажа приписывается даже не Горбачеву, а уже Андропову, который, кстати, выдвинул Горбачева в Москву. Вот когда это уже стали обозначаться контуры предстоящего распада Союза, в КГБ СССР решили вернуться к этой традиционной политике. Тогда решили вернуться к этой традиционной политике. Столкнулись два народа друг с другом? Для того, чтобы удержать ситуацию на Кавказе и суметь удержать эту ситуацию под контролем. Для этого необходимо было, потому что Союз распадался, Компартии распадались все эти сдерживающие факторы. Что удерживало в единстве Советский Союз? Прежде всего Компартия, но поскольку готовились уже тогда в голове Александра Николаевича Яковлева, например, была идея устранения шестой статьи из Конституции СССР о главенствующей роли Компартии, когда Компартии уже распадались, когда уже маячили контуры прихода к власти альтернативных сил, которые не будут объединены общностью целей, как то союзные Компартии были объединены в одном лагере, в одной армии меченосцев, какой была КПСС. и в этих условиях в этих условиях конечно в аналитических центрах КГБ СССР а что же делать дальше? А как вот дальше контролировать и удерживать ситуацию? Как дальше держать эту территорию Кавказ под контролем? Надо восстановить вот этот механизм механизм удержания контроля над Кавказом, а именно вот армяне и тюрки. Вот это вот конфронтация как и манипулирование, возможность этой конфронтацией манипулировать, использовать для того, чтобы удержать регион под собственный контроль. Хорошо, тогда получается, что Алиев попытался и сделал это, попытался разрубить этот узел, который объединял узел, который... Я и сказал, и сегодня удивляется, почему его не ценят. Хорошо, разрубили узел, но здесь другой вопрос я задала. Я задала вопрос, если разрубить узел, у нас осталось опять в связке России с Арменией. Так вот, мы сказали о том, что Азербайджану нужно было для ослабления Армении, вбить клин между Россией и Арменией и удалить Армению, отдалить Армению от России. Вопрос был в следующем. Россия привязана к Армении? Что будет с Россией в регионе, после того, как действительно Алиеву, если это удалось сделать, если Армения все-таки откололась, отколется от России? Значит, спрашиваю, Россия привязана к Армении или нет для своего присутствия в нашем регионе? Значит, конечно, привязана. Я более того скажу, что массированные поставки летальных вооружений, тяжелого оружия Азербайджану со стороны России, а это поставки на общую сумму 5 миллиардов долларов, были осуществлены после того, как были подписаны армяно-турецкие протоколы администрации Сержа Саркисяна в 9-10 годах. Вот в то время, вот когда Серж Саркисян развернул свое знамя футбольной дипломатии, в Москве скрывали, конечно, это потому что Москва имеет колоссальный опыт государственности, и там и спецслужбы делают всегда хорошую мину при плохой игре. Я уже не говорю о политиках. Конечно, они скрывали свою озабоченность по этому поводу, но они поняли, что этот процесс может привести к тому, что вот этот механизм, он будет аннулирован. Механизм удержания Кавказа под своим контролем будет аннулирован. И, естественно, после этого решили продавать тяжелое. А все эти разговоры о том, что это экономически выгодно, что это бизнес всего лишь, но это для дураков вообще такие разговоры. понимаете? Потому что, в принципе, экономически более выгодно было это делать тогда, когда цены на нефть были высокими, и Азербайджан мог заплатить даже больше. Потому что при тех ценах на нефть. А в девятом десятом годах был кризис экономический, и цены на нефть упали. Но, несмотря на это, и тогда Азербайджану труднее было, так сказать, финансово закупать это оружие. Естественно, Азербайджан постоянно стремился к тому, чтобы это оружие закупать, и до девятого, десятого, но тогда, когда турецкие вот эти протоколы, более того, я думаю, что тогда и была по каким-то внутренним дипломатическим каналам просьба Турции обусловить подписание армяно-турецких протоколов решением карабахской проблемы, и тогда же возник, и тогда же возник, что тогда возникло, казанский процесс. Да. Вы помните, казанский процесс тогда сформировался, и тогда возникло, скажем так, вот эта иллюзия, что можно контролировать регион не с помощью Армении, а с помощью Азербайджана и Турции. Понимаете, потому что сегодня, по сути дела, Россия пока еще прибивает в плену этих иллюзий. Вот как Шурик, который считал, что он сделал доброе дело, когда похитил и отдал Нину в руки Саахова. Вот он, вот она, Россия, сегодня продолжает пребывать в этих иллюзиях. Продолжает пребывать. Кстати, там этот дядюшка Нины, да, очень похож на Никола Поршиняна. Да. Там играет Фрунзик Макарчан в этом прекрасном фильме. Я скажу так, что вот это осознание того, что осознание это еще не пришло, что они что их одурачили, что их одурачили, потому что они значит лишились Армении, а это дело времени. Понимаете, вот то, что сейчас нынешнее руководство Армении, конечно, Армении сегодня не готова, но она делает шаги в этом направлении, и руководство Армении говорит о том, что они сегодня не стоит, подчеркиваю, сегодня не стоит вопрос выхода из ОДКБ, но понятное дело, что это дело времени, и сумеет и сумеет согласиться ли Турция поддерживать в регионе влияние России, на сегодняшний день она демонстрирует, что она согласна, отсюда три плюс три, на сегодняшний день она демонстрирует, что она согласна, но вы понимаете, ни Ильхам Алиев и Ильхам Алиев не вечен в Азербайджане, человек конечен, и Эрдоган не вечен в Турции, и Кадыров, кстати, не вечен в Чечне, человек конечен, ничто не вечен подробно А механизм реальных удержания Кавказа механизмом себя оправдавшим на протяжении веков был механизм удержания своего влияния с помощью армянского этноса, как говорил Вите, значит, Россия осуществляла свое влияние на Кавказе, опираясь одной ногой на армянский народ, другой ногой на осетинский, сегодня Россия осталась в регионе на одной ноге, на одной ноге, и вот на одной ноге она, а эту ногу очень, значит, легко могут подрубить и премники Кадырова, потому что это же никуда не ушло все, понимаете, это где-то внутри, там, в подполье осталось, и никакими деньгами, никакими строительствами мечетей, это все так просто невозможно нейтрализовать в душах людей, потому что так же, как и невозможно в один день в один день устранить следы вот тех кровавых событий, которые происходили в нашем регионе на протяжении многих лет. я очень благодарна вам за сегодняшнюю беседу, я тоже благодарен вам за интересные вопросы. Спасибо, дорогие друзья, напомню, что мы беседовали с президентом Ассоциации политологов Армении, доктором политологии Маяком Муваньсяном, беседовала Ганна Аракелян, всех благ. Продолжение следует...